Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Жители поселка Беловежский ждут новоселья. В каких условиях они сейчас живут? Аполлон помогает индийским студентам стать врачами. В Сургу показали, как готовят медиков в симуляционно-тренировочном центре. Ворон умеет лаять и учится разговаривать. Жительница Нефтьюганска завела необычного питомца. И обо всем подробнее прямо сейчас. За поджог военкомата 12 лет колонии. В Екатеринбурге суд вынес приговор югорчанину, который вместе с напарником решил поджечь Нижневартовский военкомат. Это произошло 4 мая прошлого года. В здании на момент пожара находился сторож. В результате инцидента никто не пострадал. Была повреждена внутренняя отделка на площади 1 квадратного метра. В отношении поджигателей завели уголовные дела по двум статьям. Умышленное повреждение имущества и хулиганство. Впоследствии статью поменяли на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Дело в том, что по версии следствия молодые люди получили деньги от заказчика поджога. Первому виновнику, тому, кто снимал инцидент на видео, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима. А также штраф. Заседание суда над вторым поджигателем, который непосредственно бросал коктейли Молотова, в здании военкомата состоится 1 февраля. И к другим темам. Горы снега во дворах и снежные холмы на дорогах. Привычная для Югры картина. Нынешняя зима оказалась щедрой на осадке. На борьбу с природной стихией выходят коммунальщики. Как в Нижневартовске справляются с последствиями непогоды, расскажет Михаил Светошев. В минувшие выходные порадовали югорчан теплой погодой и пушистым снегом. Но вот как раз снег стал головной болью для коммунальщиков и добавил им лишних хлопот. За два минувших дня с улиц Нижневартовска на специализированный полигон вывезли порядка 30 тысяч кубометров снега. Это более полутора тысяч рейсов грузовых автомобилей. В январе количество осадков превысило норму почти на 70%. С улиц города у снег убирают сотрудники муниципальных служб. А во дворах и внутриквартальных проездах всё это ложится на плечи управляющих компаний. В виде неуправляющей компании ПРЭД-3 находится порядка 250 многоквартирных домов. В нескольких микрорайонах города, в Старой его части и в посёлках. Уборку и вывоз снега проводят здесь по графику. Однако непогода вносит свои коррективы. В этом году, видите, снегопада много, очень обильный снегопад идёт. Поэтому, да, вывоз очень огромный, чистка очень большая. Снегопад, когда начал в январе, да, мы уже вывезли 3000 кубов 900. Это вот буквально за две недели. Очистка дворов – дело непростое. Есть в нём свои сложности. Проблемой при очистке дворов становится припаркованный здесь транспорт местных жителей. Для того, чтобы убрать снег, водителям снегоуборочной техники приходится проявлять чудеса высшего пилотажа. Техника задействована при уборке больших площадок и погрузке снега в самосвалы. А вот очистка ступенек подъездов, дорожек и тротуаров – обязанности дворников. И этим они занимаются ежедневно. Иногда кажется, что уборка снега – это бесконечная работа. Сизифов труд. Сколько его не убираю, он всё равно выпадет. Но грядущая весна снимет эту проблему. До следующей зимы. Михаил Светов, Сергей Зайкин, Келли, радиокомпания «Югра», Нижневартовск. В «Югре» восстановят права дольщиков. Об этом сообщили на очередном заседании Совета по вопросам строительства. Одной из главных тем, которого стал вопрос о доме номер 2 жилого комплекса «Ривэхаус» в Сургуте. На заседании отметили, что на сегодняшний день составлена дорожная карта по данному объекту с компанией «Столица». А 20 февраля планируют поставить контрольную точку и начать процедуру оформления квартир-собственность. Напомню, компания «Северстрой» должна была сдать объект в эксплуатацию весной 2019 года. Однако сроки сдачи переносились, а сам дом был внесен в реестр проблемных объектов. Вчера, 30 января, арбитражный суд утверждил мировое соглашение по передаче квартир-дольщиков дома номер 2 жилого комплекса «Ривэхаус», которое согласовано с дольщиками и принято на собрании кредиторов. Вагончики, бочки, бараки, балки и деревяшки – так в Югре называют временное жилье, построенное на скорую руку, чтобы было куда поселить людей, которые приехали осваивать Западную Сибирь. Прошли годы, но времянки остались, как и живущие в них люди. В округе действует программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В одном только Нижневартовске за прошедший год из таких домов в новостройки переехали 143 семьи. А тех, кто еще ожидает своей очереди на расселение – в материале Михаила Светышева. Нет ничего более постоянного, чем временное. Этот поселок был построен более 50 лет назад, как временное жилье для людей, приехавших осваивать самотлор. Однако спустя полувека поселок остался. Остались и люди, которые поселились здесь ненадолго. Поселок Беловежский находится в старой части города. Квартиры в нем давали, как служебное жилье для сотрудников предприятия. Фирма была строителей, дорожники. Белнефть и Дорстрой был еще. А потом они обанкротились уже в 90-х. И все. Потом поселок хотели городу отдать. А городские сказали, если вы нам отдаете спортзал и детский садик, то мы поселок возьмем на баланс. Наши не захотели. Тогда квартиры передали жильцам в собственность. Но качество здания от этого лучше не стало. Они стоят на деревянных сваях. Вот этот дом даже там не сваи, а бревна от сарая. Даже вот пазы, углы запилены. Какой-то сарай разобрали, видимо. Вот я полы стелил уже все. Уже некоторые по два раза. Там вода под домом. 12 домов поселка из 15 признаны аварийными. Жители уже давно мечтают о новых благоустроенных квартирах. Проблемы их расселения заинтересовались в Следственном комитете. Следственным отделом по городу организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о длительном нерасселении жителей поселка Беловежский, города Нижневартовска, из домов, которые находятся в аварийном состоянии. По результатам которой будет принято процессуальное решение. Тем временем жители поселка Беловежский уже внесены в программу расселения. Вместе с другими варточанами, живущими в ветхих и аварийных домах. На сегодняшний день на территории города Нижневартовска расположено 56 многоквартирных домов, признанных аварийными, подляющихся к носу, из которых 12 многоквартирных домов, расположенных в поселке Беловежский. Всего в этих 12 домах проживает порядка 78 семей, которых мы планируем расселить до 31 декабря 2024 года. Средства на приобретение квартир для переселенцев выделяются из муниципального и окружного бюджетов. Причем большая часть, более 90%, это деньги региональной казны. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Эдуард Исаков высоко оценил уровень подготовки донецких спортсменов, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Сенатор посетил Донецкую Народную Республику с рабочим визитом. Эдуард Исаков побывал в центре паралимпийской подготовки в Донецке, где встретился со спортсменами, тренерским составом и руководством учреждения. Также член Совета Федерации принял участие в заседании Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма. «Сегодня российские спортсмены находятся под санкциями, и необходимо нам выработать единые механизмы, при которых спортсмены, активные жители могли заниматься физкультурой и спортом. Что касается людей с инвалидностью, мы понимаем, помимо того, что спорт повышает активность, для людей с инвалидностью это прежде всего еще и реабилитация. Если человек учится преодолевать барьеры в спорте, то и, конечно, ему по жизни будет намного легче». В Кандинском районе безработный украл ключи, а затем и деньги. Мужчина ограбил магазин. Как сообщает пресс-служба окружной полиции, жена подозреваемого работала продавцом. В новогодние праздники Евгорчанин украл у супруги ключи от торговой точки, после чего отправился на дело. Он опустошил кассу на 77 тысяч рублей. Не поскупился грабитель и прихватил с собой банку пива. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». Мошенники украли у жительницы Нефтьюганска почти полтора миллиона рублей. Потерпевшая хотела улучшить свое материальное положение и помочь семье. С этой целью она указала на фейковом инвестиционном сайте «Газпром» свои личные данные и вела разговоры с аферистами по телефону. Фальшивые консультанты убедили женщину зарегистрироваться на сайте бирж через специальное мобильное приложение. В течение нескольких месяцев, следуя инструкциям мошенников, потерпевшая перечисляла деньги на брокерский счет, но при попытке вывести виртуальную валюту, ее аккаунт был заблокирован и консультанты перестали выходить на связь. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. В Югре запустили новый сервис для доноров. Теперь жители нашего округа через сайт госуслуг могут получить справки об освобождении от работы в день сдачи крови и предоставлении дополнительного дня отдыха после процедуры. Кроме того, электронная справка подгружается в личном кабинете портала автоматически в течение недели после совершения донации. Такой электронный документ выдается в дополнение к привычному бумажному. Напомню, что после каждого дня сдачи крови донору предоставляет дополнительный день отдыха, который он может воспользоваться в течение одного года. Отмечу, что по согласованию с работодателем в день донации их доброволец также освобождается от трудовых обязанностей. В Сургутском госуниверситете могут увеличить квоту для студентов из Индии. По крайней мере, такие планы сотрудничества у руководства образовательного учреждения и министра образования посольства Индии в России. Субрат Адас провел два дня в Сургуте. Целью его визита стало знакомство с преподавателями высшего учебного заведения и встреча с соотечественниками. Для гостя провели экскурсию по общежитию, в корпусах Сургу и в симуляционно-тренировочном центре медицинского института. Сейчас как раз все студенты из Индии учатся на врачей. Но в будущем, возможно, их начнут принимать и на другие специальности. Все подробности визита министра в нашем сюжете. Аполлону больно, он чувствует тяжесть в груди и обо всем говорит. В общем, оказывать медицинскую помощь роботу все равно, что человеку. У него даже есть пульс, он моргает и дышит. Аполлон – первый пациент начинающих сургутских медиков. Робот умеет делать практически все, что умеет делать человек. То есть на роботе отрабатывается здесь анофилактический шок, кардиогенный шок. Можно отдельно отрабатывать интубацию. Затем он выдает судорожный синдром. Ну то есть различные критические клинические ситуации, которые могут встретиться в реальной жизни. Помещение с симуляционно-тренингового центра не отличить от больничных палат. Каждая оснащена тренажерами для отработки навыков разных специалистов. В одной учатся брать кровь из вены, в другой ухаживать за больными, в третьей принимать роды и делать операции. Именно здесь студенты медицинского института практикуются и сдают зачеты. По своему предназначению наш центр выполняет образовательную деятельность. И, как я сказала, является площадкой для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения ЮГРЫ. Студенты к нам попадают уже буквально с первого курса. И в рамках изучения различных дисциплин отрабатывают навыки врачебного мастерства на тренажерах. В Сургутском государственном университете в числе будущих врачей студенты из Индии. Министр образования посольства Индии в России Субрата Дас приехал в ЮГРУ специально, чтобы оценить возможности вуза. Узнать об успеваемости студентов и пообщаться с руководством. Гость убедился, что его соотечественники здесь не только учатся. Они участвуют в общественной, спортивной и культурной жизни университета и города. И делятся своими традициями. Сегодня в медицинском институте Сургута учатся 73 человека из Индии. Попасть сюда не так-то просто. Мало найти агентство, которое поможет с оформлением документов. Необходимо сдать вступительные экзамены. По окончанию нашего обучения в школе нам нужно было сдать экзамены по биологии и химии. Нам предоставили выбор, в какой университет мы хотим поступить в России. Мой выбор пал на Сургутский государственный университет. И я ни разу не пожалел об этом выборе. Потому что люди здесь очень дружелюбны. И опыт обучения здесь очень приятный. Все дисциплины для студентов из Индии преподают на английском языке. Стоит отметить, все они хотят стать медиками. В Сургутский госуниверситет индийцев обучают уже больше 10 лет. На данный момент в вашем университете обучается 73 студента из Индии. Тогда как по всей России обучается более 20 тысяч наших студентов. Поэтому мы бы хотели узнать, сколько еще студентов может обучаться в вашем медицинском институте. Приезд министра для нас серьезное и достаточно важное значение. Мы не придаем этому, скажем, посещению. С учетом того, что в округе у нас ежегодно проходит форум стран БРИКС и ШОС. Мы рассчитываем на достаточно плотное сотрудничество не только в отношениях медицинских подготовки специалистов, но и на иных специалистов. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении числа студентов из Индии и направлений, на которых они могут учиться в Сургутском государственном университете. Пока тема в режиме обсуждения, но при необходимости образовательное учреждение готово увеличить квоту для индийских студентов. За активность будут давать путевки на море. В Югре состоялось первое заседание Совета регионального отделения российского движения детей и молодежи. Оно зародилось в прошлом году, а уже в этом по всей стране начали открываться первичные ячейки. В нашем регионе они уже успешно работают в Нефтьюганске, Ханты-Мансийском районе, Урае и Нижневартовске. Завтра еще одно деление откроется на базе 4-й школы Кружной столицы. Движение первых объединит под своим крылом уже существующие в нашей стране организации, такие как Юнармия, Российское движение школьников и Большая перемена. Участники смогут развиваться по 12 направлениям. Например, добровольчество, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Формировать план мероприятий по каждому направлению будут с учетом мнения молодых югорчан. Самых активных из них планируют поощрять. Каждое направление сегодня уже имеет свой крупный проект, который будет представлен 10 февраля по итогам марафона «14 дней в движении». Сегодня дети у нас вступили в марафон, ежедневно выполняют какие-то активности, задания, получают за это баллы. И в последующем они могут или выиграть мерч, или выиграть путевку вообще там в Артек, например, или в другой какой-то лагерь. Ну, соответственно, вот такие вот меры поощрения мы предусмотрели. Это проект номер один, и нам очень важно сейчас на старте, при формировании планов его деятельности, при определении главных направлений, точек программ, определиться с тем, чтобы интересы абсолютно всех общественных организаций, которые работают в нашем регионе, интересы детей всех возрастов были максимально учтены. Молодежь Сургута получит собственное пространство для генерации идей. С инициативой создания Центра притяжения молодых и активных сургутян в администрацию города обратилась группа девушек. Они устали скитаться в поисках места для каворкинга. Департамент финансов предложил заявиться на инициативное бюджетирование, и идея прошла конкурс. Теперь в распоряжении группы 7 миллионов рублей и помещение молодежно-подросткового клуба «Факел». На 4 миллиона там сделают ремонт, остальные деньги пойдут на оснащение. Так в молодежном пространстве точка, появится звукозаписывающая студия, танцевальный класс, каворкинг-зона и кабинет для рисования. Отмечу, что до 5 часов вечера в пространстве будут заниматься подростки, а после молодежь. «Такую преемственность мы пересматриваем, потому что мы все равно вырастаем и потом уходим из клуба. Но куда мы дальше идем, мы не знаем, куда идти. Чтобы этого не было, они просто днем проводят здесь время, а потом к моменту, когда они готовы переходить в другую категорию подростковую, они будут переходить уже в ту вечернюю зону, где они могут заниматься тем, что хотят, еще больше развиваться. И, может быть, уже в раннем возрасте, раньше, чем даже мы, смогут реализовываться в жизни». Ровно 103 года назад в Сургуте зародился комсомол. Коммунистический союз молодежи объединял активных и амбициозных молодых людей. Вступить в организацию могли только лучшие. Молодежь в Сургуте приняла участие в шести всесоюзных стройках. Они возвели ключевые объекты инфраструктуры и развили десятки скважин. Екатерина Нефедова расскажет, почему комсомольцы не стареют душой. Сургутская ГРЭС, нефтегазопроводы, мосты, высоковольтные линии электропередач, месторождения. Сургут был рожден в процессе большой комсомольской стройки. Молодые и амбициозные построили все ключевые объекты инфраструктуры города. «Мне повезло оказаться в центре событий и быть тогда первым секретарем, когда сургутом было шесть всесоюзных ударных строек. Это было великолепное время». Комсомольцы вели активную культурную жизнь. Организовывали праздники, дискотеки, концерты. Плечом к плечу, поддерживая друг друга в любых ситуациях, наполняли Сургут положительной энергетикой. «Были всегда на высоте. Только скажешь слово, куда-то что-то собраться, все, дружно поднимались люди и шли. Вот это вот у меня, я не знаю, мне кажется, до сих пор такое осталось. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Ну, не вечно молодой, но вот такой». Они и сейчас продолжают работать на благо города. Каждый год высаживают деревья, проводят встречи со школьниками, танцуют в парке и строят планы на будущее. «Молодыми, яркими комсомольцами было сделано большое-большое дело для нашей страны. Мы любим наш город, мы сейчас продолжаем работать, хотя уже возраст у нас не тот, но мы стараемся и любим город, и приносим пользу ему». В атмосфере дружбы, словно на семейном празднике, комсомольцы Сургута возложили цветы к памятнику, которые сами и устанавливали, вновь отдав дань уважения тем, кто стоял у истоков создания молодежного движения комсомольцев в Сургуте. Екатерина Нефедова, Игорь Батищев, телерадио-компания «Югра», Сургут. Юный музыкант из Ханты-Мансийска покорил свет надежды. Воспитанник Центра искусств для одаренных детей «Севера» Данил Пискунов вошел в число победителей проекта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Конкурс появился в прошлом году благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Его задача – выявить музыкально одаренных детей от 12 до 16 лет и оказать им поддержку в творческом пути. Всего заявилось 4,5 тысячи участников, в их числе и угорчанин Данил Пискунов. Он 6 лет играет «Ногобои». Любовь к этому инструменту привел отец, заслуженный деятель культуры и игры Андрей Пискунов. На конкурсе Данил представил концертный этюд номер 2 «Льва Книпера». После подведения итогов вместе с другими победителями ученик 9 класса колледжа-интерната выступил в зале Российского национального музея музыки в Москве. Мы это произведение, наверное, первый раз сыграли уже будет как три назад и довольно счастливо играли. Наверное, оно очень понравилось тем, что оно очень виртуозное, очень веселое, прыткое и энергично, да. Жительница Нефтьюганска завела необычного питомца. Ольга Александрова воспитывает восьмимесячного ворона Геру. Птица уже знает команды «Нельзя и ко мне». Сейчас девушка учит его кланяться в качестве благодарности. В планах у Ольги научить Геру говорить известно, что вороны умеют подражать человеческой речи. Пока же Гера может только лаять. И это неудивительно, ведь живет он бок о бок с двумя овчарками. Днем пернатый улетает на прогулки. По датчику на спине можно отследить его вылазки, которые иногда достигают 20 километров от дома. Хозяйка за питомца не переживает, ведь с наступлением сумерек Гера всегда возвращается. Видео истории жизни о домашненного ворона Ольга Александрова делится в соцсетях. Смотри, какое яйцо. Бери. Пойдем домой. Почему домой не хочешь? Я поняла, что с ним нужно по-доброму, как с ребенком, наверное. Если он что-то такое делает, шкодничает, я его просто вот так вот пальчиком угрожу и говорю, нельзя, Гера, нельзя, нет. И все. И вот у нас с ним прям такая жизнь пошла, что он меня начал воспринимать. Получается, как к нему я отношусь, так он и ко мне относится. У Ольги Александрова есть и другие пернатые питомцы. Шесть лет назад югорчанка начала заниматься инкубацией яиц, закупая по всей стране редкие породы лебедей, кур и гусей. Сейчас она заботится о 60 птицах. Среди них, например, кучерявые курицы падуаны и вьетнамская порода кохинхин. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Игра». Субтитры создавал DimaTorzok